Итак, по-простому мы имеем уровень поддержки или уровень сопределения. По-простому это уровень, да, например, там давайте, чтобы мы нарисовали цена этого уровня 35, да, чтобы не быть стандартными. Итак, по-простому, есть несколько вещей, как этот уровень может быть образован. Я не буду сегодня углубляться прямо в такие глубокие вещи, в супер детали. Я вам просто покажу большое количество графиков. Все по-разному интерпретируют. Как правило, когда трейдеры показывают свои уровни, у всех практически они в какой-то момент могут быть разные. Однако, естественно, уровень это какая-то фиксированная цена, возле которой действительно происходят какие-то так называемые исторические события, которые как-то повлияли на эту акцию. Что-то именно было в этих событиях, которые повлекли за собой, либо изменение тренда, либо еще что-то. И мы всегда, в принципе, говорим, что на рынке можно зарабатывать деньги по двум причинам. Причина номер один. Первая – на рынке всегда есть покупатель, продавец. И причина номер два – эта история повторяется в какой-то момент. Да, никто не заставляет вас сидеть и смотреть именно, что происходило, но самое главное – вы должны смотреть, как будет себя цена вести именно после какого-то события. Естественно, самым сильным уровнем, самым сильным уровнем всегда являлся и является точкой излома тренда. Естественно, сегодня там за 30-40 минут нашего вебинара я постараюсь по максимуму вам показать определенные вещи и мы будем также вести серию наших вебинаров для того, чтобы вы могли учиться и, самое главное, не терять деньги. Зарабатывать заработок приходит со временем, но самое главное – это не терять деньги. Естественно, самое сильное, как я уже сказал, это излом тренда. Излом тренда всегда происходит по цене, поэтому, по сути дела, здесь будет цифра фиксированная. Да, если у нас есть, бывают так называемые плавающие уровни, где цена постоянно плавает. Да, мы видим, в принципе, что этот уровень есть, но самое главное, почему мы рассматриваем уровень и мы рассматриваем фиксированную цену – это единственная точка, к которой можно привязать свой стоп. Так как любой нормальный трейдер всегда должен работать от стопа, то мы должны всегда в своих суждениях, в том, что мы смотрим на графики, обязательно смотреть, куда можно прикрутить стоп. Если вы находитесь на графике, то вы не будете знать, куда прикрутить стоп до тех пор, пока вы не найдете такую точку. Например, если вы видите и вы посмотрите, то в движении, по-простому ничего покупать нельзя, по одной простой причине сюда некуда прицепить стоп. Прицепить, например, стоп сюда или сюда – это не совсем верное движение, потому что очень часто бывает, что происходит такое движение, которое снимает стопы и дальше идет вверх. Поэтому в движении желательно не заходить, практически все заходы должны быть именно когда-либо идет разворот тренда, то есть та точка, в которой можно по-простому привязать стоп и не просто привязать стоп, а еще и объяснить, почему именно стоп в этом месте будет. Следующее, естественно, очень сильный по силе и, скорее всего, даже сильнее – это так называемый зеркальный уровень. Это когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления. Я знаю, что большое количество трейдеров именно тратит на это очень много времени для того, чтобы понять все-таки, кто вот это делает. Дело в том, что здесь просто идет смена тенденций, то есть смена игроков, появляется другой гром. Я хочу, чтобы вы понимали одну вещь, что поломать тренд вот здесь вот, поломать тренд может практически всегда только лимитный игрок, потому что это в красивой форме выглядит просто, что они шли, ударились в какую-то точку и развернулись. Обычно вот здесь, в этих точках происходит проторговки, что и показывает как раз именно наличие лимитного игрока, который и ломает в этой ситуации тренд. Мы после того, как перейдем в картинках, вы увидите в картинках, как это все работает. То есть, естественно, второе по силе – это именно зеркальный уровень. Когда уровень поддержки становится уровнем, не уровень сопротивления, становится уровнем поддержки или наоборот. То есть, здесь появляется также лимитный игрок, который удерживает вот всех ребят, которые пытаются здесь продавать и в этой точке наступает опять излом тренда, который будет действительно менять тренд в обратную сторону. То есть, по сути дела, это все происходит все равно по тренду, но в какой-то момент именно появляется глобальный игрок, который удерживает уровень поддержки и не дает инструменту идти вниз. Следующий, естественно, очень сильный уровень по силе – это именно лимитной проторговки. То есть, не имеет значения, на каком таймфрейме вы работаете. Самая главная, самая главная задача – это увидеть вот такого вот лимитного игрока. Да? Очень многие люди говорят – ой, такие картинки бывают редко. Такие картинки бывают очень часто. Я сегодня их покажу, где на дневных графиках иногда уровни просто бьются копейка в копейку, тем самым показывая наличие лимитного игрока. Следующие очень сильные уровни – это уровни, которые сделаны именно такими паранормальными барами. Что мы называем паранормальным баром? Паранормальным баром мы называем бар, который состоит, как минимум, приблизительно из двух АТАРов. Что такое АТАР? Это среднестатистическое движение инструмента за единицу времени. И когда мы видим, что на каком-то участке графика именно этот уровень образован касаниями длинных хвостов, это мы говорим о том, что крупный игрок собирает позицию и пытается сорвать стопы, тем самым посылает большой, сильно, длинный рыночный ордер. Тот ордер, который останавливает, тот ордер и будет по-простому создавать ордер. Дальше. Все, что именно сделано очень сильными движениями. Например, если идут очень сильные движения и потом после этого мы получаем вот такой вот очень сильный, например, разворот, то мы понимаем, что в этой точке у нас будет уровень, потому что стоп всегда ставится к точке, к которой можно его привязать. То есть предыдущий локальный минимум будет являться именно уровнем. То есть не совсем локальный минимум, который был сделан хвостом, он будет являться потом, когда цена придет сюда, а именно предыдущий локальный минимум, выше которого цена закрылась. Вообще, на самом деле, когда вы правильно определяете свои уровни, то вы должны понимать, что возле ваших уровней будет либо ложные пробои, либо резкие закрытия. То есть как определить все-таки, что есть уровень. Вы будете видеть, что цена постоянно будет гулять ниже или выше какого-то уровня. Вот здесь вот действительно можно будет понять, что есть на самом деле уровень. Теперь давайте перейдем к картинкам. Я специально, видите, подготовил вам файл, который называется изломы трендов, зеркальные. И мы сегодня пойдем и посмотрим большое количество картинках, картинок для того, чтобы вы смогли понять, как и почему устроены уровни. Итак, первое, что мы сделаем, это мы откроем картинку и посмотрим именно на те уровни, которые были самые первые. Мой совет один, не начинайте никогда смотреть уровни с правой стороны графика. Всегда смотрите с левой стороны. Правая сторона именно должна подтвердить наличие этого уровня, этого уровня определенными сигналами. Если были сигналы, значит уровень там действительно присутствует. Итак, смотрим внимательно. Является ли это точкой уровнем? Эта точка является уровнем, потому что это локальная смена тренда, это нижняя граница отката после падения. То есть вы должны понять одну вещь, что все ребята, которые вы здесь вот закупались, они пытаются дальше выходить. И тот человек, который в данной ситуации удерживает уровень, этот человек считается очень сильным. Еще помимо этого здесь есть очень сильный сигнал. Очень сильный сигнал это то, что в этой акции был перехай, как вы видите. Да? То есть мы сделали с этой точки, мы сделали перехай, то есть обновили предыдущие хаи, значит эта точка у нас является уровнем. Помимо всего вы видите большой длинный паранормальный бар, его остановка и подтверждение, смотрите внимательно, ложным пробоем. Видите? То есть мы подтвердили ложным пробоем, мы показали, что здесь действительно есть уровень. Теперь давайте посмотрим все остальные следующие уровни, идя слева направо, то есть не идя в историю, а идя из истории и будем смотреть, действительно ли эти уровни были, подтверждались ли эти уровни и что сильного в этих уровнях. Итак, первое, что мы увидим, да? Мы видим первое, что мы получаем ложный пробой относительно уровня. Я хочу, чтобы, дорогие друзья, вы запомнили одну вещь. Ложный пробой, ложный пробой бывает только относительно уровня. То есть если уровня не было, если вы просто увидите, вы никогда не увидите, что в этой точке был ложный пробой. То есть ложный пробой всегда бывает только относительно уровня. Как мы определили, что здесь был уровень, как мы уже сказали, это нижняя граница отката и с этой точке был сделан перехад. То есть, что мы получили? Мы получили ложный пробой. И самое интересное, что мы получили на подтверждение того, что в этой акции, в этой паре не имеет значения. В этом инструменте есть так называемый лимитный крок, который удерживает уровень и не пускает дальше выше. То есть, смотрите, что происходит. Мы получаем ложный пробой и, видите, значение следующего пара бьет прямо в точку. То есть, все равно покупатели пытаются работать в пробой, но их им не дают, их удерживает как раз именно лимитный игрок, который показывает в том, что здесь начинается именно шортовое движение. То есть, видите, вот этот так называемый уровень, который пробился, становится лимитным. И в данной ситуации игрок не может победить и ситуация становится шортовой. Следующий кусочек смотрим. Смотрите, что происходит в этом кусочке и почему в этом кусочке можно было оценить в том, что здесь будет шортовая ситуация, да. Я не говорю постфактум. Те люди, которые смотрят мои вебинары или были когда-то на семинарах, они знают. Итак, любое движение должно естественно подтвердиться. Чем? Движение. В движении мы называем так называемый импульс. То есть, по сути дела, что происходит. Видите, когда произошло пробой и закрепление, как вы видите, да, мы закрепились прямо выше уровня. Любое закрепление выше или ниже уровня показывает то, что там действительно был уровень. Видите? И мы получили подтверждение то, что в данной ситуации был уровень. Уровень был. Мы закрылись выше. Закрылись прямо выше уровня. И мы находимся в верхней части графика, что по сути дела должны сработать стопы, должны сработать покупатели. По сути дела мы должны были в этой точке улететь. Почему? Потому что мы получили там три разных подтверждения. Первое – длинный паранормальный бар. Второе – закрытие выше уровня. И третье – открытие выше уровня. Видите? Дальше длинный хвост ложного пробоя, который был вниз цепанул, тем самым показав, что он собирает стопы. То есть, по сути дела, здесь в этой картинке на самом деле все смотрелось для того, что мы будем идти вверх. Вопрос следующего характера. Можно ли в данной ситуации было понять, что этот имитент пойдет вверх? То есть, можно ли, если бы мы не видели падения, было в этой ситуации покупать? Ответ – да. Здесь есть одно маленькое но. Здесь не было, видите, закрепления вверху, потому что были очень длинные хвосты. А всегда длинные хвосты – это тот размер стопа, который вы будете платить. То есть, это по-простому та премия, которой вы уплатите акцию для того, чтобы ей владеть. То есть, что получается? Смотрите. После того, как инструмент два раза закрепился выше уровня, мы не смогли, не смогли пойти дальше вверх. Третий бар открылся, видите, вверху. Однако его закрытие произошло внизу. То есть, мы здесь уже по-простому ломаем тренд. Мы показываем всем, тем, кто смотрит на этот график, что, ребята, у нас нету энергии для того, чтобы идти вверх. Отсутствие энергии для того, чтобы идти вверх, не есть наличие энергии для того, чтобы идти вниз. Поэтому, в первую очередь, то, что мы смотрим в этой ситуации – это следующее закрытие. Как вы видите, следующее открытие происходит в нижней части. Мы цепляем опять хвостом в верхнюю часть и идем очень сильно вниз. То есть, вопрос один. Кто торгует ложный пробой? 90% из 100 в этой ситуации были. Если вы торгуете пробой, вы в этой ситуации тоже были. Но те люди, которые торгуют от уровня, эту ситуацию бы на самом деле не поймали. И вы бы в этой ситуации ничего не смогли получить только из-за того, что эта ситуация была не лонговая. То есть, если бы вы видели, что мы стали выше уровня, закрепились выше уровня, отработали бы верхнюю границу уровня. Если бы мы смогли оказаться ниже уровня, отработали бы верхнюю границу канала, как отбой от уровня сопротивления, то тогда мы бы получили шартовый сигнал. Но в данной ситуации могли только отрабатывать те, кто торгует ложный пробой или те, кто торгует пробой. Люди, которые торгуют уровни, к сожалению, этот уровень отработать не смогли. Дальше, как вы видите, что происходит? Происходит то, что мы называем по-простому расколбас. Но, как вы видите, расколбас все равно показывает, что уровень есть. Почему? Посмотрите внимательно. Цена постоянно гуляет возле нашего уровня, да. Здесь нельзя никуда заходить ни в лонг, ни в шорт по одной простой причине, потому что мы не понимаем, что будет происходить с этим инструментом. Мы просто понять этого не можем. То есть, мы и вверху закрепляемся, и внизу закрепляемся. Но видите, у нас нет четко никакой картинки. И после ложного пробоя мы идем вверх, и после ложного пробоя мы идем вниз. Однако, нам не дают здесь прицепить точку входа, потому что мы видим, что нет четкого выяснения ситуации, где расположены лонги, а где расположены шорты. Дальше, очень хорошая ситуация, которая действительно, смотрите, что показывает. Видите? Верхняя граница гепа, то есть с гепом открывается вверху, тем самым подтверждая инструмент, что там есть уровень. То есть, верхняя и нижняя границы гепов, это и есть границы уровней. То есть, мы получаем действительно уровень, после этого получаем подтверждение ложным пробоем, очень хорошее. Видите? С маленьким коротким хвостом. И самое главное, вот мы получаем подтверждающий вар, который бьется ровно в уровень. Видите? Практически копейка в копейку. Я там, может не знаю, идеальной какой-то точности. Но этот уровень отрабатывается практически копейка в копейку, и после этого инструмент улетает. То есть, мы отрабатываем этот уровень еще раз. В следующий раз, посмотрите внимательно, цена опять начинает гулять. Видите? Постоянно возле уровня. То есть, мы опять получаем ложный пробой и опять уходим вверх. Вы посмотрите за промежуток времени, давайте посмотрим, что это такое. Это дневной графики. Вы видите, что в дневном графике цена практически вот пока была в рендже, все время гуляла возле одной цены здесь. И мы потом посмотрим верхнюю цену. Но вы видите, что опять мы отрабатываем нижнюю границу уровня, опять отскакиваем вверх. Здесь мы получаем глубокий ложный пробой. Видите? Очень глубокий ложный пробой и улетаем вверх. То есть, с нижней границы мы закончим. Приходим к верхней границе. Почему этот уровень является уровнем? Первое – это остановка после так называемого перехая. Да? Первое. Видите? Второе – это наличие лимитного игрока. То есть, вы видите, что имитент начинает, инструмент начинает биться, цена начинает биться в одну и ту же точку. Тем самым показано, что вверху просто сидит лимитный игрок, потому что горизонтальная цена – это только лимитный игрок. Если мы в него бьемся, и он нас не пускает, то это лимитный игрок, который пытается собрать шартовую позицию относительно покупателей. То есть, вы должны запомнить одну вещь, что продавцы могут собрать позицию только относительно покупателей, а покупатели могут собрать позицию только относительно продавца. И никак иначе. Дальше мы получаем ложный пробой, как вы видите, да? То есть, в данной ситуации, скорее всего, те, кто работал от уровня в шорт, вот здесь вот, получили убыток, но те, кто торгует ложный пробой, взяли все движение и заработали деньги. То есть, мы получили подтверждение, что этот уровень действительно является уровнем. Итак, смотрим дальше, смотрите внимательно. Четкая отработка уровня, да? Я не буду сейчас говорить, можно было зайти или нет, потому что очень многие трейдеры используют дневной график для определения уровней, для направления тренда и для определения запаса входа. Поэтому после того, как вы смотрите на дневном графике все вышеперечисленное, вы переходите на так называемый короткий таймфрейм для того, чтобы посмотреть, была ли точка входа. То есть, в данной ситуации, да, по этой цене, скорее всего, если бы вы открыли, например, 5, 15 или 30 минут или часовики, то в данной ситуации вы бы увидели более филиграмную точку входа и вы смогли в нее войти. Но в данной ситуации мы смотрим в другое, что был четко отработан, отработан уровень лимитного продавца, видите? Один в один. То есть, мы только что уяснили одну вещь, что самое главное это как отрабатывает сценарий. То есть, ваша задача – это провести правильный уровень. После того, как вы проводите уровни, ваша задача следующая – это посмотреть, как эти уровни отрабатываются, почему на этом уровне и что самое главное там происходит. Дальше, что мы видим? Видите, опять идет отработка этого уровня. Мы постоянно его прошиваем вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз и в конечном итоге смотрите, что получается. Мы действительно вот после этого бара, вот этого бара. Мы видим одну вещь, что он начинает закрываться выше уровня, тем самым показывает, что покупатели появились. Второе, что показывает этот инструмент в том, что его действительно можно покупать? То, что все бары, видите, открываются и закрывается выше уровня, то что я вам сказал до этого, тем самым показывает, что там сидит покупатель. И вот она на финале, которая показывает, что мы пытаемся удариться в лимитного, в лимитную поддержку для того, чтобы попытаться посмотреть все-таки сидят ли там покупатели, то есть видите, бар бьет вниз, бьет прямо практически в уровень, там не добивая нескольких копеек и после этого улетает вверх. Я хочу просто, чтобы вы запомнили эту вещь, что практически все движения, они всегда начинаются и заканчиваются практически всегда ложными пробоями. Идем к следующей картинке, дорогие друзья. Итак, так же самое начинаем с верхней стороны, вернее с левой стороны графика. Итак, смотрите внимательно. Первое очень длинный паранормальный бар, видите? То есть смотрите внимательно. По сути дела, по сути дела уровень, который здесь проведен, я бы его действительно проводил бы чуть ниже, потому что вот этот бар, следующий бар не подтвердил этот уровень и закрылся внизу. То есть здесь надо было проводить из-за того, что это идет все равно продолжение тренда, это не смена тренда. Если бы вот этот бар закрылся бы вверху, то получается тренд поменялся бы и мы бы смотрели вверх, поэтому этот бар не совсем идеальный. Но трейдер, который я проводил, я специально вам показываю картинки чужих и других трейдеров для того, чтобы вы понимали, это не гипотетические картинки, это то, что люди сами видят. То есть это не просто какая-то идеализированная картинка для того, чтобы вы сидели и восхищались. Это картинки, которые имеют и ошибки, и если попадается ошибка по простому, то мы их разбираем. Но это не идеализированные картинки, это картинки, которые делают трейдеры на занятиях для того, чтобы мы разобрали, правильность или неправильность. Смотрите, что происходит. На самом деле после длинного падения мы видим, что рынок начинает откатываться вверх. И как было сказано в предыдущем примере, это точка, которая называется верхняя граница отката. Почему? Потому что вот эта точка была максимальной. И самое интересное, что эта точка действительно подтвердила наличие предыдущего уровня. То есть хотя бы только потому, что вот здесь вот с этой точки был разворот на перелол и в этой точке был разворот, мы можем сказать, что уровень по сути дела проведет правильно. И как вы видите, его действительно правильно провели, потому что вот нижняя граница канала, видите, она была конкретно отработана. Вопрос следующего характера. Расмещается ли уровень? Ответ – да. На уровнях часто происходит именно вот такое вот смещение. И цена иногда может смещаться, что абсолютно нормально. Но приблизительно там уровень будет, может если он не будет совпадать копейка в копейку, то совсем рядышком где-то вот как здесь, видите, зеркальный уровень, вот он по 60. И вот уровень по 60. Вы будете четко видеть, что в этой точке действительно все отрабатывает. И эти уровни, они работают правильно. Как вы видите, что произошло здесь, видите, опять сильное движение паранормальным баром, и все закрытия происходят относительно уровней. Что я хочу сказать по поводу уровней? Дело в том, что в самом начале очень многие трейдеры имеют именно проблемы с проведением вот этой горизонтальной линии, с проведением и оценкой своего уровня. Дорогие друзья, самая главная задача – это правильно прикрепить стоп. Даже если ваш уровень в начале не суперский и не идеальный, но у вас правильно стоит стоп, потому что вы торгуете, например, остановку, да, или закрепление выше уровня, то вы уже в позиции гораздо лучше, чем другие люди. То есть, если все ваши сделки будут привязаны именно к стопам, тогда у вас никаких именно проблем по стопам не будет. Идем к верхней стороны. Смотрите, что происходит. Итак, мы начинаем, получаем восходящий тренд. Первое, что мы уже здесь уже получили, даже если просто посмотреть на левую сторону графика, это то, что в левой стороне графика были, был ложный пробой, который был сделан двумя барами. Смотрите, что происходит дальше. Видите, мы прямо упираемся в уровень, который мы еще не видели, его еще не было. Вот этот бар пока что не определил уровень. Следующий бар, который пробил и закрепился ниже, определил предыдущий уровень. Почему? Как я уже говорил, ложный пробой бывает только относительно уровня. И этот уровень был относительно предыдущего бара, как вы видите, да? Вот он. То есть, мы действительно получили подтверждение того, что вот в этом баре был уровень и его провели относительно предыдущих баров. Дальше. Смотрите, что мы получаем. Мы получаем опять глубокий, ложный пробой хвостом. Но все последующие закрытия, вот оно раз-два, они происходят прямо ниже уровня. И открытие, и закрытие. Тем самым показывая, что уровень действительно есть. Мы получаем какое-то местное локальное движение, очень даже неплохое, порядка где-то 7-8 процентов. Смотрите, что происходит дальше. Картинка очень похожая на предыдущие, предыдущую картинку. Мы получаем резкое движение вверх. Смотрите внимательно. Мы везде закрепляемся выше уровня. Однако, чего у нас нету? У нас нету импульса. Или что у нас есть? У нас есть отсутствие импульса. Отсутствие импульса всегда показывает о том, что скорее всего движение будет в обратную сторону. Почему? Потому что здесь все сигналы были для того, чтобы идти в лонг. Закрытие выше уровня, следующие бары, обновление хая, практически и четко видите, мы вниз не ходили, ложный пробой. То есть, здесь вот в этом кружочке, его правильно обвели, он был правильно обведен. Были сделаны все сигналы для того, чтобы понять, что это, этот инструмент будет идти вверх. Однако, как вы видите, он вверх не пошел, импульса не было. Дальше. Не происходит обратного сильного импульса вниз. Значит, по-простому, если кто-то уже зашел, он сидит со стопами. Если кто-то еще не зашел, он сидит и ждет. Что мы получаем? Мы получаем подтверждение пробой и ложный пробой двумя барами. Вот он, ложный пробой двумя барами и резкое движение имитента вниз. Сейчас я вам просто покажу, закончу картинку и покажу, как работает ложный пробой двумя барами. Что мы имеем на сегодняшний день? Смотрите опять. Уровень отработал, то есть, мы опять получили движение и смотрите, что происходит дальше. Уровень у нас остается, мы идем дальше и заканчивается все опять ложным пробоем. Видите? То есть, мы действительно вернулись к тому же уровню, от которого мы пришли. Идем, 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 приходим обратно, смотрите, что происходит. Большой паранормальный бар закрывается выше уровня. Мы получаем ложный пробой. Видите? То есть, опять нету импульса. Притом здесь очень интересная картинка, если вы посмотрите вот этот уровень. Не смогли перебить, тем самым показав, что в этом инструменте сидит продавец. Видите? То есть, мы получили подтверждение того, что нету обратного сигнала. То есть, имитент выше не идет. Мы получили, не получили импульс и получили то, что действительно инструмент будет идти вниз. Это вот так называемое понимание рынка. Теперь я вам хочу показать кое-что. Как и почему работает ложный пробой двумя барами и что там по-простому устроен. Как он устроен, тогда вы будете понимать. Итак, смотрите внимательно. Итак, ложный пробой двумя барами. Первое обязательное условие – это пробой одним баром и закрепление выше уровня. Тем самым мы срываем стопы шартистов, которые здесь расположены, а также стопы тех, кто хочет зайти в лонг, потому что все знают одну вещь. Стоп всегда ставится за уровень, выше уровня или ниже уровня. И то, что вы получаете в этой картинке – это закрепление выше уровня какого-то инструмента. Тем самым, как я уже сказал, срабатывают стопы, да, и срабатывают очень сильные уровни. Что поэтому происходит? Смотрите внимательно. Мы получаем победу покупателя данной стороны. Следующее обязательное условие ложного пробоя двумя барами – это открытие следующего бара, открытие следующего бара выше уровня. Тем самым показано, что, смотрите, ребята, я не просто закрылся вверху уровня, я еще открылся вверху уровня. Я лонговый покупатель. Покупайте вместе со мной, у нас все хорошо, как и было в предыдущих картинках. Здесь начинают именно покупать уже покупатели, которые готовятся купить этот инструмент в лонг, и после этого подставляют резкое движение. Пробой, так называемый, ложный двумя барами. Это то, что я вам хотел показать, как отрабатывают ложные пробои и как отрабатывают уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова